Комиссия по борьбе с лженаукой ликвидирована. Кругляков там этой комиссией занимался, и сейчас вот Александров накрыли медным тазиком. Это незаконная организация, незаконное образование на теле нашей науки, на теле нашей Академии наук. Детища внешних фондов, вот это вот все агенты внешних фондов, это вот подлецы, засевшие на нашей науке, которые вместо того, чтобы бороться с лженаукой, они ее крышевали. Вот они теорию относительности крышевали, заставили во всех учебниках ее прописывать, впихнули во все школы, это вот подлецы, подлецы. И сейчас вот они все полетели. Особо следует поблагодарить ФСБ и финансовую разведку, которые провели свое расследование и установили необходимые факты, но об этом подробнее говорить нельзя. То есть, вот ФСБ отметила еще вот эти вот, они все агенты внешних фондов. Это маленькая победа. Вот так вот постепенно вот это вот все гнилось, вылетит как пробка из нашей науки все эти подонки. Капля точит камень. Помаленьку, помаленьку, мы их всех подаем постепенно. Ликвидировали побюрократически красиво и правильно, как бы передав их функции другой, не работающей уже пять лет структуре экспертному совету. Главное результат, недовольные агрессивные члены комиссии бьются в истерике, но уже поздно бить паршоми. Спасибо, спасибо за эти новости. Только, только возрадуемся, братья, да? У подлецов стало меньше возможностей. Эпоминонт опломбов. Могут быть неверными ваше понимание мира, например, потенциальная яма. При нахождении вне частицы разве силы не уравновешивают друг друга? Или скорость света, на каком основании можно утверждать, что в моей инициальной системе отчета скорость фотона отличается скоростью вашей? В общем, не зачет, все мимо, как всегда. Ну, два момента, которые вы просто не понимаете. Вот потенциальная яма, это абстрактная конструкция, построенная через ускорение. Ускорение. Ускорение, в свою очередь, может быть получено двумя способами, да? Либо прямым притяжением, либо приталкиванием. Если вы просто опираетесь на одну яму, вы не понимаете, что происходит. Ну, чисто технически. Вы не знаете, вот этого пассажира вас в автобус толпа затолкало, или кто-то затянул его в автобус, да? Вы можете фантазировать, да? Об этом что-то бормотать. Это будет безграмотное, не без закона достаточного основания, утверждение. Нарушающее закон достаточного основания. То есть, бред. И вы, чисто из-за того, что вы не понимаете, да? При нахождении в ней частиц, разве силы не уравновешены друг друга? Вы не понимаете, силы будут в обоих случаях уравновешены. Но по-разному. И разные результаты, разное превращение при единичном смещении. Просто вы этого не понимаете. На каком основании можно утверждать, что в моей системе отчета скорость фотона отличается от скорости вашей? Вот если две системы двигаются с разной скоростью, в разном направлении, да? И один фотон, допустим, в том направлении двигается с одной скоростью. Ну и что? Один фотон не может в разных системах отчета, двигающихся относительно друг друга, перемещающихся относительно друг друга, иметь равную скорость. Ну это очень простая вещь. Очень простая. Ну давайте. Стоит столб. И два автомобиля вот так вот едут. С разными скоростями, да, навстречу. И что, скорость столба для обоих автомобилей, ну, относительная скорость, будет одинаковая? Ну что, простые вещи, вы просто простых вещей не хотите понимать, специально, не специально, либо вам тяжело их понимать. Ну это, в принципе, защита постулата. Им запостулировал этот товарищ. Андрей Смирнов. Четвертый так называемый закон на самом деле не закон вовсе, а рекомендация. Или так же можно сказать правила хорошего тона в науке. Вы вполне себе можете его не соблюдать и оставаться правым, соблюдая три законологики. Вот четвертый закон логики, он действительно, его как бы по умолчанию можно пропускать. Если вы в уме этим пользуетесь, если вы понимаете, что ерунду болтать не надо, вот всякую неподтвержденную фактами ерунду не надо сочинять и болтать. Но не соблюдать, это как раз болтать ерунду. Вот тут с вами невозможно согласиться. Так что, слишком вы вольно трактуете. Вот он как раз для вас и написан. Если вы по умолчанию не понимаете его статус этого закона, для чего он нужен, тогда и для вас и пишется. А того, кто аккуратно в мышлении оперирует, тем людям-то, в принципе, и трех законов действительно достаточно. При проверке на практике, ваша теория о том, что 2 плюс 2 это 5, мгновенно рассыпается. А вот то, что 2 плюс 2 это 4, не рассыпается, нет. Ну, понимаете в чем дело? Да, так и должно быть. Вы говорите о том, что должно быть. Но мы находимся в социуме. 75% людей не могут сосредоточиться. Из них, попавшие в науку, люди тоже не могут сосредоточиться. И они лютуют в своих заблуждениях. Вот эти вот 2 плюс 2 равно 5, оно у них не рассыпается. Оно у них уже вошло во все учебники. И расширяется это невежество, расширяется. Когда число и операцию смешали и прописали во всех учебниках, подменили предметов счета, пространственные мерности геометрические, подменили на время. То есть 2 плюс 2 опять как милый мой. А 2 плюс 2 равно 4 не признается вот этими товарищами. Вот версия Ломоносова, тяготение по Ломоносову не признается. Поэтому это зависит уже в нашем безумном мире не от фактов, а от пожеланий млекопитающих, от их задористости. Вот задорная млекопитающая решила, вот так и все. И тупит до последнего. Максимально простое объяснение, на мой взгляд, чтобы все смогли понять. Вот если сейчас 12 часов дня, и если дует там южный ветер, это не значит, что ежик зеленый. То есть одно с другим не связано, и никаким боком одно другое не доказывает. Если нет достаточных оснований, нельзя утверждать что-то конкретное. Творчество, законы, логики. Если две галактики приблизить вплотную друг к другу, то они оттолкнутся, вопрос. А почему тогда два ножа не отталкиваются? У нас уже все вокруг друг от друга оттолкнулось, вот во вселенной. Вот все оттолкнулось, да, галактики оттолкнулись. То есть молекулы, атомы в этих ножах друг от друга оттолкнулись, заняли какое-то положение. Все это находится в более-менее каком-то равновесии. Какие-то силы больше, какие-то меньше. Дополнительных сил ножам отталкиваться сверх того, чем им положено, нет. Они могут отталкиваться только частью тяготеющей массы, а другие массы их приталкивают. Они находятся в этом положении. Силы эти действительно не такие яркие. На таких малых массах они так, как картинка, не работают. Но приборы вот эти показывают, как две массы, два шарика сближаются. За сколько минут мирно так ползут, 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 ползут и приближаются. Это работает, это экспериментально доказано. Фейсом от Эйбл. Очень интересный момент. Я тут вежливо-вежливо разговариваю с одним, вторым, третьим, четвертым. Как только в фейсом от Эйбл постучали товарищи физика, сразу пошел пик подписок. Люди стали подписывать. Это вот сродни биологическому фактору. Недостаточно убить крокодила и принести его в деревню. Надо еще отрубить ему голову, сплясать на черепе. Тогда народ понимает, что да, крокодил мертвый. Но если у них концепция мертвая, если понимание мира мертвая, если они тупят по-черному, когда их вот так вот фейсом от Эйбл донбишь, тогда у нас народ им реагирует и начинает подписываться. Это биология, мы все такие. Виктор Григорьевич, взгляните на досуги. Владимир Егоров. Комиссию по борьбе со лженаукой ликвидировали. Это стало возможным. В том числе благодаря усилиям Национальной ассоциации традиционной комплиментарной медицины его президента справедливость и дравый смысл восторжествовали. Лица, подписавшие меморандум, попытались внести раскол в наше общество, разжечь протестное настроение. Комиссия РАН по борьбе со лженаукой и по фальсификациям научных исследований были ликвидированы. Президиум Мамран. Конечно, необходимо поблагодарить всех, кто выступили против запретительных мер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...